Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, как избавиться от желания быть человеком, в котором тебя отстригают. Головой понимаю, что в человеке нет ничего такого, что могло бы меня заинтересовать, но при этом меня тянет маниакально к нему. Не могу ни о чем думать, и так со всеми партнерами, те, кто выражают ко мне симпатию, мне неинтересно. Мне 37 лет, отношения не боюсь, открываться тоже. По поводу отца, я думаю, в точку он имел руководящую должность, по этой причине мало взял мне внимания. Ну, смотрите, здесь ситуация такова, что вот вы начинаете путь, да, сейчас. Вы начинаете путь, ну, скажем так, исследования себя, вы начинаете путь замечания каких-то вещей в себе, и, соответственно, я надеюсь, понимаете, что дело здесь не ограничивается, как бы избавлением от, ну, чего-либо. То есть, то есть, то есть, ситуация здесь не в том, чтобы вам от чего-либо избавиться, а ситуация в том, чтобы увидеть, например, то, какую проблему, допустим, допустим, конкретно вы хотите решить. Вы говорите про то, что вас тянет, и тянет, как вы говорите, мне кажется, желание очень сильно. Вы говорите о том, что головой понимаете, что в человеке ничего такого нет. Но в данном случае голова это то, что обрабатывает, скажем так, довольно привычную информацию. В привычном достаточно ключе. Тогда как мы говорим о ситуации, где есть какие-то непривычные вещи. И, на мой взгляд, первое, что вам нужно сделать, это постараться увидеть, а чего же я хочу в этой ситуации, чего я хочу. А вот, то есть, что мне нужно, к чему я стремлюсь, да, какое состояние я хочу получить, а какое состояние для меня важно, вот. И так далее. Вот это важный момент. Это такие достаточно, получается, общие фразы. Но будет лучше, возможно, если вы не будете питать свой беспокойный ум сейчас. В смысле того, что вы и так, судя по описанию, довольно много думаете, довольно много рассуждаете, довольно много пытаетесь осмыслить каких-то вещей. И совершенно очевидно, что в этом вы, возможно, обречены на провал. Да, потому что вы же вот понимаете, да, вы же понимаете, что человек вас, ну, ничем не привлекает. Но, тем не менее, все равно вас не тянет. То есть это как бы нерациональная история. Раз это нерациональная история, значит, мы здесь можем говорить по большому счету о чем. Мы здесь можем говорить о том, что речь идет о ваших чувствах. И соответственно, соответственно, очень важно, чтобы вы обратили на это свое внимание. Вы обратили внимание именно на то, чего вам хочется. Вот, в первую очередь. Понимаете, да? Каждый бук. Ну, чаще, чаще, чаще всего, чаще всего, Забираться заключается в том, что человек стремится к признанию. То есть вот вам в этом смысле хочется, вероятно, хочется, чтобы вас признали, чтобы добиться расположения, скажем так, человека, который к вам как раз таки относится не очень хорошо. То есть, о чем мы здесь говорим? В первую очередь мы здесь говорим о том, что вам важно завоевать, доказать. Да? Поэтому люди, которые к вам проявляют неправить, вам не интересно. Вот. Ну, очевидно, на мой взгляд, очевидно, что речь идет про такую вот тенденцию к обесцениванию себя. Вот вы говорите про отца, что он занимал руководящую должность, мало внимания вам уделял. Вот. И это ведь не просто малое количество внимания, которое вы получали. Ну, я имею ввиду, малое количество внимания, которое вы получали от своего отца. Потому что внимание, оно может быть разным. Внимание, оно может проявляться и может не проявляться, вообще-то говоря, совершенно по-разному. Вот. И здесь ситуация не в том, что он мало уделял вам внимания, а в том же, что вы тот факт, что вам мало уделяли внимания, восприняли и воспринимаете до сих пор как некий такой негативный, отталкивающий вас как бы фактор. То есть, иными словами, вот, ты мало уделяешь мне внимания, вот, вот, ты как бы, там допустим, ну, игнорируешь меня, может быть, или вот что-то, что-то такое, что-то такое, вот, не проводишь со мной время. И это означает, автоматически это означает, что я плохая. Вот какой ключевой момент здесь. А когда я говорю, условно говоря, в себе, или когда я чувствую, или когда я верю в то, что... я плохая, а у меня нет необходимых позитивных чувств в этот момент, да? Чувства, которые, ну, вот, обычно, если у человека позволяют, эти чувства, они обычно позволяют, скажем так, прожить... ну, какой-то негатив, да, вот, если, например, у человека нет времени быть с вами, он занимает руководящую должность, то... в этом случае, если у меня есть, так скажем, теплые чувства к себе, если они во мне, вот, имеют место быть... то я довольно легко могу прожить и пережить то, что вот происходит с моим окружением, с моим отцом. Но если чувств нет, если их нет, а у вас их нет, да, потому что вы вот как-то вот в себе их не смогли воспитать, а вам не помогли этого сделать, то вы, вы вот испытываете маниакальное желание быть с тем, кто вас отвергает, ну, или кому вам не интересно, чтобы доказать... это бы доказать себе, что вы ценны, чтобы доказать себе, что вы значимы, чтобы доказать себе, что... ну, что вы имеете какую-то значимость и так далее. Конечно, здесь есть элемент не только такой вот, как бы, ну, чувственный, да, а здесь еще есть и другой элемент. Вот, здесь есть элемент, скажем так, ну, элемент эмоциональный или рациональный, вот, или когнитивный, можно так, в принципе, еще его назвать. С чем он связан этот момент, да? Он связан с тем, как вы воспринимаете, как вы видите, срываться. Видите ли вы его как человека? Видите ли вы его как личность? Видите ли вы его как субъекта деятельности? Например, на мой взгляд, нет, не видите. Видите ли вы в нем только отца, который вот наделает вам внимание. Вот, и, на мой взгляд, необходимо расширить, скажем так, спе... ну, может быть, не спектр, да, а спектр, то, может быть, не совсем такое корректное слово. Необходимо более, может быть, шире смотреть на ваш папу, вот, и чтобы лучше видеть его, так скажем, ситуацию, да, чтобы лучше понимать его. И это вопрос уже, на самом деле, больше, больше квал, квал, насколько я понимаю и насколько я воспринимаю адекватно своего отца. Вот, да. То есть, ну, сейчас вот вы взрослая, и воспринимаете ли вы отца как взрослый человек, или воспринимаете ли вы его как маленькая девочка, которая, ну, обижается по незнанию, обижается на то, что папа не проводит время, хотя у папы много работ. Если у вас не очень хорошие были отношения с отцом, вот, это осложняет, конечно, ситуацию. Потому что в этом случае модель поведения отца, его модель поведения, она ведь является как бы продолжением. То есть, вот, у нас не очень хорошие отношения, а ты вот, значит, не уделяешь мне внимания, да, значит, вот это вот подтверждение как бы того факта, что вот, ну, что со мной что-то не так, да, что я тебя там обидел и так далее, вот. То есть, в основе как бы лежит с одной стороны обида, с другой стороны отсутствие, как я уже сказал, таких вот, ну, позитивных чувств, позитивных ощущений, позитивных переживаний по поводу себя, по поводу вас. Вот, в основе лежит это, как правило. То есть, вот этот аспект, его нужно обязательно фиксировать, его нужно обязательно учитывать. И те чувства, которые у вас есть, те эмоции, которые у вас есть. Их необходимо прожить, вот, и их необходимо выразить, чтобы они вас не отправляли. Вот, сейчас они вас отправляют. Ну и естественно, что к рациональному это не имеет никакого отношения. То есть, к интеллекту это не имеет отношения. То, что вы говорите, что вот, головой я понимаю, что человек не привлекает меня, вот. Ну, это на самом деле ничего не значит. На мой взгляд, по крайней мере, это вообще ничего не значит. Потому что, есть такое понятие, как imprint. Это запечатленный образ. Вот, когда к вам кто-то проявляет, вот, то, что, ну, то, что, в принципе, можно было бы назвать равнодушием, да. Вот. У вас включается механизм доказывания. Еще один момент. Вы обратите, пожалуйста, внимание на то, как вы воспринимаете партнеров, с которыми вы общаетесь. Мужчин, я так понимаю, речь идет о них. Попробуйте, попробуйте увидеть этот момент. Как вы их воспринимаете? Вот. То есть, я хочу быть с человеком, потому что мне интересно, ну, например. Я хочу быть с человеком, потому что мне интересно, интересно быть с ним, интересно что-то делать для него, например, да. Или я хочу быть с человеком, потому что мне что-то нужно. То есть, я воспринимаю партнера как объекта проявления мною дефицита чего-то или профицита чего-то. Вот, попробуйте ответить на этот вопрос. А если профицит чего-то, то профицит чего? Внимание, например, да. Хочу внимания. А из чего рождается вот это чувство, что я хочу внимания? Да? То есть, откуда оно вперед, как оно появляется, что я хочу внимания? Вот. Вот. У этого же могут быть довольно разные причины. Ваша задача, ваша задача, это стараться их увидеть. Вот. Поэтому, избавляться вам ни от чего не нужно. Вам. Именно избавляться не нужно. А вот раскрывать ваши потребности и след за ними и различные стороны вашей жизни, вот это необходимо. И это можно сделать только в психотерапии. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. 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 Удачи.